Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это Открытая Студия, совместный проект телеканала Arctic TV и радиостанции Record. Я и ведущий Николай Дукмос. В гостях у нас сегодня спасательная аварийно-спасательная служба управления по ГОЧС и ПВ Мурманской области Денис Синяков и Евгений Блинков. Господа, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. У нас в гостях мы уже успели пообщаться за эфиром и для меня не осталось тени сомнений в том, что нас сегодня ожидает увлекательная беседа, к тому же очень актуальная тематика. Учитывая то, что, наверное, наш постоянный зритель и слушатель от этой преамбулы устал, но уже вот среда пошла, я все еще диву даюсь, что на прошлой неделе действительно была просто легкая перезагрузка с точки зрения погоды. И у нас снова пришло классическое лето, которого мы даже и в июле-то не ждали, а вот оно продолжается уже второй месяц к ряду. А это говорит о том, что у людей внезапным образом становится чуточку меньше работы, чуточку больше отгулов и как можно больше желания провести время где-то на природе, на свежем воздухе или посвятить себя своим любимым хобби. Если эти хобби связаны с нахождением не только на свежем воздухе, но и в какой-то дикой местности, то наша с вами беседа становится еще актуальнее, чем было до этого. Собственно говоря, тема беседы продублирована сейчас на экране на случай, если наши зрители и слушатели пропустили анонс, который предшествовал этой программе. «Правила поведения в лесу». Откровенно говоря, такой эфир можно провести и за 10 минут, можно и трехчасовый подкаст сделать, и он будет ровно столько же информативен, насколько исчерпывающим мы не сможем дать информацию, потому что тема очень-очень широкая. Но мы постараемся в 28 минут прямого эфира с вами сегодня уложиться. Я напомню, что каждый зритель и слушатель к нашей беседе может в некоторой степени присоединиться, если воспользуется интернет-мессенджером и напишет в наш телеграм, он привязан к номеру 7-921-708-2006. Мне еще нравится лид, то есть такое заглавие, которое выпускающий редактор подготовил к нашей с вами сегодняшней встрече. И звучит, например, так. «В лесу могут предстерегать дикие звери, клещи, ядовитые растения и самораспространенная опасность — возможность заблудиться». В общем-то, фраза не новая, всем понятная. Все это знают, все с этим знакомы. Тем не менее, статистика говорит нам о том, что люди продолжают теряться в лесу, люди также пренебрегают правилами собственной безопасности. И иногда, а может быть даже часто, сейчас мы, наверное, скорее всего, вы на этот вопрос ответите корректнее, точнее, чем я, совершают такие ошибки, которые в любой другой ситуации могут показаться совершенно глупыми. Ну, то есть каждый взрослый человек, когда собирается в поход, в какую-то там тихую охоту, собрался по грибы, по ягодам, он говорит, я ко всему готов. У меня есть схожная тропа, по ней ходил я, мой отец, мой дед, его дед. Все там, все четко, я все знаю, все замечательно. Два-три дня человека ищем, а он просто завернул куда-то не туда, или по своей глупости, или неосмотрительности, ну, допустил ситуацию, при которой он оказался в неприятном положении. Вот сейчас прям сезон, вот пока светит такое яркое солнце. Грибы, ягоды, вот это все уже началось? Конечно, началось. И грибы пошли, и ягоды. Можно уже встретить первых грибников как раз. Рыбалка хорошо идет, но все-таки я бы хотел заострить больше внимания именно на лесе, и то, как грибники собираются. Я огромная просто просьба, да, когда вы идете в лес на один день, и просто собрать ведерко грибочков, да, всегда думайте о том, что вы там будете 2-3 дня проводить, и берите все необходимое, потому что чаще всего, сложнее всего находиться в ситуации, когда ты совсем никак не подготовлен к ней. То есть, ну, я понимаю людей, которые так не готовятся, ты, как бы, сам себя накручиваешь с мыслью о том, что, так, я вроде пошел за ведерком, а потом, а вдруг что, начинаешь собирать 6 чемоданов, и вдруг понимаешь, что это уже страшно опасно, или, да что я. Вот классическая русская, да, наша программа позволяет от литературного сленга, точнее, слова отходя, переходить к сленгу, вот этот классический, что и невзрослый серьезный мужик, я разберусь, что мне нужно, мне одного этого ведерочка хватит, но, может быть, фонарик с собой возьму. Я правильно понимаю, что, как правило, люди, как вы сейчас сказали, которые как раз-таки не планируют дальние походы, чаще всего оказываются в подобной ситуации? Нет, то, что чистота, она не влияет на именно на длительность нахождения людей, просто уровень подготовки, особенно уверенных в себе грибников, которые, ну, я все могу, тропа хожая и прочее, они элементарно не берут с собой никакого ни огнива, ни зажигалок, ни спички, и когда наступает ночь, если человек сошел с тропы, увидел полянку грибов, конечно, надо ее собрать, пошел, одна полянка, там другая полянка за ней, он на вторую полянку, крутанулся немножко, пособирал, и думает, что тропа у него где-то позади, на самом деле тропа у него с левой стороны, он уходит не в ту сторону, на таких моментах люди и теряются, и чтобы не было кризисной ситуации, когда человек и обезвожен, и когда ему холодно, он начинает думать, как ему выходить, и не знает, куда выходить, да, вот в эти ситуации костер отлично привникает внимание, костер дает тепло, на костре можно те же самые грибочки просто на веточках пожарить более-менее, да, то есть это такие элементарные базовые правила, возьми с собой огонь, он не весит там 30 килограмм, не нужно брать, чему нам просто огонь взять, это очень важно, и смотреть, конечно, карту местности, даже если ты ходил туда там 5-7 лет, потому что тебя водил и твой отец, и твой день, посмотри карту местности обязательно сам своими глазами, чтобы это в голове отложилось, и понимай, где находятся озера, водоемы, так будет намного проще ориентироваться, даже если там сопочку перешел, будешь понимать, как тебе возвращаться. Вообще, вы бы могли назвать лес местом повышенной опасности? Конечно. Да, однозначно. Ну вот в контексте потеряться человеку, или когда, просто я к чему, когда люди говорят лес, и чаще всего я основываюсь, я думаю, что я имею право так говорить, все-таки я родился и вырос в этом городе, и я общаюсь с многим количеством людей, и плюс-минус знаю, какие идут диалоги, какие ассоциативные ряды людей возникают, мы никогда не говорим курорт, и в голове не возникает наш регион, ну, может быть, последние пару лет много меняется из-за туристической истории, которая у нас развивается, из-за погодных феноменов, которые мы можем наблюдать сейчас, но в целом, да, мы же знаем, курорт, все, какой-то юга сразу представляется. Говорим лес, и первая ассоциация будет не какой-то небольшой закуток от нашей дороги, отойдя, где ты сможешь пособирать грибы, ягоды, люди представляют, не отдают себе в этом, из-за этого, может быть, в том числе не отдают отчет в том, насколько опасна может быть эта местность, потому что лес представляет себе как много диких зверей, какие-то высокие хвойные лиственные деревья, все вот, там, сумасшедшее количество гектаров по площади, мол, это не про нас. У нас так, лесок. Я, это прямая цитата некоторых людей, с которыми я пообщался за эфиром, когда говорил о том, что сегодня мне предстоит беседа относительно опасности в лесу. Вот прямая цитата человека, естественно, не буду его называть, но это расхожее мнение из сети, давайте так будем говорить, да какие у нас леса, у нас так, лесочки. Что в лесу опасного в нашем регионе, помимо возможности заблудиться, если ты плохо ориентируешься на местность или плохо подготовился? Есть у нас дикие звери, растут ли у нас ядовитые грибы, ягоды, вот эта вся история. Конечно, мы все можем наблюдать диких зверей в социальных сетях, как это очень любят делать все проезжающие мимо эти реберки, туристы, кто уходил на сеть, это такие вирусные видосики достаточно в последнее время. При этом никто не исключает, что звери существуют, да, они есть, и самое главное правило — это не кормить зверей. Чем больше у дороги зверей кормят, тем больше звери идут к дороге, потому что там еда, они это запоминают, они идут туда питаться. То есть точно такие же правила по отношению к еде в лагере. Если у вас мясо, шашлычки — это хорошо, это вкусно пахнет, оно пахнет вкусно не только для вас, а также для диких зверей, которые тоже любят мясо. Это нужно помнить и знать, и всегда убирать еду в герметичные пакеты, либо в пакеты на дерево убирать, либо в отдельную палатку подальше от лагеря. Это намного больше шансов обезопасить себя от диких зверей. Но в любом случае ситуация с потерями людей, с тем, как они оказываются в ситуации, когда они заблудились, они у нас значительно, насколько мне известно, более частое, чем нападение диких зверей. Если мы говорим про наш регион. Так и есть. Потому что здоровый звер, он никогда не выйдет к человеку. Все хищные звери, крупные, они заранее человека чувствуют. Если зверь здоров, как правило, в лесу все здоровые, потому что с полисами ОМС там все сложно. Поэтому они к человеку и не выходят в основном. Я вас понял. Возвращаясь к набору, который человеку необходимо брать с собой. Я даю голову на рассечение, что, возможно, даже с кем-то из вас мы уже в рамках открытой студии это обсуждали, но точно знаю, что обсуждаем мы это ежегодно. И я убежден, что этот вопрос не теряет актуальность. Потому что раз за разом происходит случай, когда человек был ответственно даже, может быть, подошел полностью к сборам и к своему походу, но он не был готов с точки зрения снаряжения. Я очень рад, что вы уже успели отметить, что, если мы говорим про огонь, это не 30 килограмм, это не газовый баллон, это самодельный огнемет, который вам нужно брать с собой, чтобы на ветке любой степени влажности суметь поджечь. А что из себя представляет вот такой стандартный рюкзачок, когда ты собираешься в сольный поход, по грибам, по ягодам? Очень хороший вопрос, самый главный актуальный. У меня любимая прямо фишечка сказать, что не нужно брать рюкзак. Мы знаем, как большинство людей относятся к весу особенно, к лишнему весу, они не каждый готов. Кто идет за грибами, он еще несет с собой ведра, это надо помнить. Причем они пустые только в одном направлении. А говорить о каких-то сборных комплектах из Алиэкспресса за 3-5 тысяч рублей, которые просто пластик и непонятные металлические приспособления для выживания, наверное, где-то на диком острове, когда ты остался совсем один, идти нечего делать, ну, вот из этой серии как раз. Я хочу сказать о самом, наверное, простом базовом комплекте, который помещается в карман, он примерно как пачка сигарет и зажигалка. Зажигалка обязательно, да, зажигалка, спички, и лучше это положить в герметичный пакетик рядом со спасательным одеялом и одним пластырем, моточком пластыря. Это просто выход из любой ситуации, вообще абсолютно. Вы можете и добыть себе еду, сделать какие-то, то есть, там, я говорю, ловушечки для зверей. Лучше, конечно, зверей не трогать, пусть они живут, и вас не трогают. Пускай это будут ловушки для грибов. Да, для грибов, конечно, грибочки пожарить. Почему пластырь из спасательного одеяла? Потому что спасательное одеяло не пропускает воду, оно очень хорошо сохраняет тепло внутри тела, и точно так же оно экранизирует тепло от костра. Вы сразу можете построить себе небольшой навесик, рядом костерочек, и провести так ночь, и не думать о том, что вам будет холодно, и спокойно пережить именно темное время суток. Потому что сейчас мы уже вышли из полярного дня, это очень важно. А огонь — это и тепло, да, и просто какое-то даже моральное состояние, когда ты у костра, когда ты в лесу, вот у костра, оно намного легче, чем когда ты без воды, без еды, без костра, без укрытия, и ты в лесу потерялся. Намного сложнее организму это все пережить, и стресса больше, а стресс тратит энергию. — Прозвучит очень художественно, но костер в данном случае как маяк для тебя, такой спасающий, оберегающий, все. Плюс, насколько я понимаю, есть вероятность того, что тебя еще могут заметить благодаря этому костерку, если прямо сейчас уже тебя ищут. — И как я еще, я уже когда-то рассказывал тоже на студии ситуацию, если вы потерялись в лесу, и слышите крики, и слышите свист, пожалуйста, идите туда. Да, люди, которые могут даже просто проходить и пересвистываться между собой, вам помогут найти выход из леса, не нужно бояться людей. Вот звуки издают не животные, звуки издают люди. Ситуация была как раз с человеком, который слышал, что мы ему сигналили, и не шел к нам на встречу. — Как-то это очень любопытно, если честно. Как-то это обосновало? Я уже не помню эту историю. — Да, мы шли на поисковых, нашли как раз мужчину, мы говорим, слышали? — Слышал. — Почему не шли? Я думал, не меня ищут. Он обосновал тем, что он не понимал. Он потерялся, и он вообще в принципе не представлял, что его могут искать, хотя мы конкретно его и искали. Во-вторых, если ты потерялся, думай о том, как тебе выйти вообще, как нужно людей найти, которые знают дорогу. Это такие самые базовые. — Пусть это прозвучит как определенного рода правило. Даже если вы предполагаете, что ищут не вас, но вы тоже тот человек, который потерялся. Почему бы? Я не думаю, что возникнет ситуация, при которой вы выходите к спасательной команде. Они, извините, пожалуйста, но мы вами займемся по расписанию завтра. Да где-нибудь здесь вот маячок на него повесите. А мы за вами, может быть, вернемся сейчас другого человека ищем. Такого, конечно же, не будет, друзья. Я рад, что вы этот тезис озвучили. Не надо бояться людей, находясь в лесу. Какие бы страшные кинофильмы вы не смотрели голливудские на эту тему. В наших лесах самая главная опасность в том, что вы из этого леса просто не выберетесь, потому что заплутали. Если за вами уже отправились на поиски, идите навстречу во всех смыслах сказанного. Нам нужно прерваться на короткий рекламный блок, после которого мы продолжим нашу беседу. Так что я по рекомендованию переключать ОфМ-Волну и свой телеканал. По завершению этого блока мы узнаем кое-что еще. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия. Совместный проект телеканала Арктик ТВ и радио Стенции Рекорд. Я и ведущий Николай Дукмас. Это вторая половина программы. Я напомню, что в гостях у нас сегодня спасатели аварийно-спасательной службы управления ПГОЧС и ПБ Мурманской области Денис Сюняков и Евгений Блинков. Это вторая половина программы. Сегодня мы общаемся о правилах поведения в лесу. И перед тем, как выйти на рекламный блок, мне казалось, что мы, в общем-то, закрыли одну из, позвольте мне так выразить, сюжетных арок нашей беседы, но во время рекламы мы решили, что стоит ее немножечко дополнить относительно того, что стоит брать с собой. Возникла идея у Евгения относительно фонарика, насколько я помню. Маленький на случай, если ты не умеешь разводить костер. Хотя мы узнали, что и у нас можно научиться в самых неожиданных местах этой практики. Так вот, маленький фонарик действительно будет полезен. От себя дополню, что все-таки речь идет не о фонарике на телефоне. У него такие более минималистичные задачи посвятить замочную скважину. Например, когда ты в подъезде лампочку выкрутили. Достойно вас освещение в лесу. На фонарик встроенный ваш смартфон, даже если он очень современный, очень дорогой, вам не даст. Обычный фонарь. К тому же, скорее всего, вы его не будете тратить днем, значит, зарядного в нем хватит гораздо дольше. И важный момент, который мне не пришел в голову, озвучили вы, это таблетки. Когда мы говорим о людях, у которых есть какие-то хронические заболевания, я правильно понимаю? Да, все верно. Хронические заболевания, такие как диабет и астма. Когда человек идет, чаще всего там один запас, баллончик какой-то, мы возвращаемся к тому, что человек всегда уверен в себе. Это мой отец, мой дед и так далее. То есть я буду ходить по этой тропе, и все, ну, к сожалению, не всегда так получается. Это самые тяжелые такие ситуации, когда человеку нужна помощь, и оказать ее в короткое время нет возможности. Мне понравилось, как вы сказали еще и в эфире, и за эфиром эту информацию продублировали, о том, что никто не планирует теряться. Когда выходит в лес, люди идут, преследуют совершенно другие цели. Но потеряться может каждый. И если у вас есть определенные проблемы по здоровью, которые требуют поддержания организма тем или иными медикаментами, или какие-то с собой, ну, примитивные меры медицинского характера необходимо иметь, а вы рассчитываете, что вы там пробудете всего лишь два часа, не упаси Господь, но всегда может случиться так, что вам придется пробыть там два дня. Берите с собой, ну, и карманы сильно не оттянет, жизнь может изрядно облегчить или даже спасти. Это то, что касается необходимого набора, и для грибников, и для любителей собирать ягоды, для, может быть, охотников, которые у нас присутствуют, наверное, еще стоит упомянуть о том, что камуфляжная форма очень красивая, но не очень подходящая, да? Это самая тяжелая ситуация, на самом деле, когда человек в камуфляже потерялся. Вот именно история из работы, потому что найти человека в камуфляже, это достаточно проблематично, он создан для того, чтобы быть невидимым в лесу, да, особенно если камуфляж подходит, особенно если это зеленый камуфляж в летнее время, то фактически найти человека можно, точнее как, пройти мимо человека, просто лежащего без сознания, можно на расстоянии полутора метров, и не увидеть его. Даже так настолько хорошо камуфляж? Человек, который лежит просто в земле, его очень сложно найти. Это прямо такие серьезные рамки, поэтому мы всегда спрашиваем, во что человек одет, и если это, говорят, белая куртка, или там оранжевый, это прекрасно, это прямо отличный вариант, что мы хотя бы сможем человека найти в любом состоянии. Ну, мы понимаем, что камуфляж многие выбирают для леса как более практичную одежду, потому что она меньше пачкается, да, вы видите, он всегда будет такой красивый, камуфлированный, поэтому сейчас есть огромное количество сигнальных жилетов, они могут называться по-другому в любом магазине, даже в автомагазине вы можете найти, они выполнены даже с помощью, ну, из сеточки легкой, которая абсолютно не будет вам мешать спокойно двигаться, дышать одеждой, но у вас будет хорошо видно, вы можете одеть тот же камуфляж, но оденьте сверху эту жилетку, она бывает оранжевой, ярко-зеленой, и это облегчит в дальнейшем и вашу участь, и участь спасателей, если вдруг вы потеряетесь. Я бы хотел дополнить про жилетку очень быстро, а на случай, если вы вдруг потерялись, идете куда-то, в каком-то направлении, не знаете куда, эту жилетку можно аккуратно пополам хотя бы разорвать, и эти лоскутки наматывать на отрезки, которые вы проходите, по этим следам тоже можно очень эффективно вас найти, то есть уже приходится очень сужать угол поиска для спасателей. Важный момент, спасибо. Я не помню, чтобы мы озвучили такой, если позвольте, лайфхак в рамках наших бесед. Я, это субъективное мнение, все же придерживаюсь того, что мода это замечательно, и всегда хочется выглядеть потрясающе, но даже если вы порадовали случайную белочку своим потрясающим внешним видом, вероятнее всего, это будет единственный ваш зритель, который оценит по достоинству камуфляж от кутюр. Яркая одежда всегда привлекает внимание, не будьте сию испачкать. Всегда легче заменить костюм, чем, не знаю, залатать ногу, которую вы повредили, например, находясь в какой-то непроглядной местности и вас вовремя не вытащили, не спасли. Ну, не хочется о плохом, просто, но я рад, что вы дали рекомендации тем, кто никак не может отправиться в лес, не почувствовав себя настоящего Рэмбо в стильном костюме. Мы много говорили на тему того, насколько полезен огонь, и что он всячески спасает человека, и тут вообще нет никаких вопросов, но мы сейчас, видимо, слегка, а может быть и в контексте, отойдем от темы грибников и лесников к людям отдыхающим, потому что лес это не только опыт поиска и единения с природой, это еще и для многих отличный ландшафт для того, чтобы классно провести время. Я бы хотел озвучить некую выдержку из оперативки правительственной, которая была проведена совсем недавно, информация такая, в Мурманской области в этом году с начала пожароопасного сезона ликвидировано 58 пожаров на общей площади более 107 гектаров. Губернатор подчеркнул, что более 81% всех пожаров на территории региона произошло по вине людей именно из-за разведения костров, то есть не случайно ударившая молния или какой-то там, а еще форс-мажор климатического характера. Вулкан? Да, да, да. Вулкан, метеорит, не знаю, все что угодно. То есть классический отдых с костерочком, с песней под гитару, может быть, с шашлычком, и вот у нас 80 или сколько там, 58 пожаров на территории на территории Мурманской области. Да, это сумасшедшая цифра и по количеству, по протяженности тоже. Даже прямо сейчас мы знаем, что это актуально, сейчас есть и задымление, и там с опчкой у нас, ну, это тема другого эфира. Задымление больше все-таки относится к закрытым помещениям, подъездам и прочее. Не нужно кидать бычки в общий мусоропровод. Это тоже вызов машины пожарной, это как бы средства и силы направлены не совсем в тонус, просто по вине человека. Я тоже хочу заострить на это внимание по поводу воды. Люди, когда идут купаться в солнцепёк, у нас это как раз было совсем недавно, разжигают костер, чтобы погреться. Да, и в лесу грибники тоже разжигают костер, чтобы погреться. Такое тоже может быть. Всегда нужно следить за огнём, как бы у нас не было холодно и дождливо влажно на севере, это неизбежно. Всё равно, что неконтролируемый огонь, это всегда процесс горения и процесс достаточно долгий. Поэтому тушить за собой костры это обязательно. И очень важно тоже контролировать своих детей, подростки. Извините, пожалуйста, заострю внимание, тоже этот вопрос поднимался в диалогах в социальных сетях, не ждать, когда костёр потухнет и, на ваш взгляд, он потух, можно идти, а затушить костёр. Да, именно затушить, залить его водой, это очень важно. Если вы видите подростков или детей, которые балуются с огнём, конечно, здесь никто не видит и они не балуются. но не нужно, конечно, запрещать, не нужно ругать, мы знаем, как работает на юных людей, да, это... Запрет разжигает интерес во всех смыслах. Всё больше и больше, да, просто объяснить, что за собой обязательно нужно потушить. Вот это очень важно и это экономит большое количество природных ресурсов. А если уж дело дошло до этого самого костра, как лучше, обложить камнями или если мы говорим о вечериночке какой-то условно, то люди используют мангал для создания, ну, для приготовления мяса. Может быть, прямо там же можно и разжигать этот самый костёр. Но я имею в виду, как это всё обезопасить превентивные меры? Самое примитивное это разжигать огонь уже на готовых пепелищах, там, где чёрная выжженная земля, вот там и нужно делать костёр, во-первых, это бережёт природу, во-вторых, там уже земля не зарастает ничем, ни травы нету, и эти места хорошо обкладывать камнями. Во-первых, камни дают тепло, они прогреваются и греют вас и вашу компанию, а во-вторых, они защищают от случайных возгораний близлежащих участков, сухой травы, каких-то брошенных салфеток и прочее, то есть у нас же горит не только трава и деревья, одежда тоже хорошо горит, которая сушится. Правильно сушить одежду над костром, да, лучше там. Лучше она покоптится над дымом, чем её просто спалят, то есть сильно низкое тоже пускать не нужно. Камни точно так же являются источником как батареи. Можно и носки, и обувь поставить на них, не бросая их в костёр, и возгораний будет намного меньше. Я представляю сейчас сцену человека, который решил не закоптить свои модные кроссовки и просто бросить их в огонь ненадолго. Но и самое смешное, что я уверен, что где-то я даже об этом читал, надеюсь, не в нашем регионе, но ситуация была, привела к определенным последствиям. Вообще, наверное, если взять исторический срез всего нашего потрясающего и очень талантливого вида, который ответственен за медицину, за музыку, за науку, за культуру, за цивилизацию в целом, самонадеянность и невнимательность являются одними из, если не пороков, то причин для очень большого количества ситуаций. Ну а в контексте нашей сегодняшней беседы совершенно очевидно, что это лёгкий способ потеряться в лесу или стать, привести к тому, что ваш отдых превратится в серьёзный пожар, который нанесёт ущерб и природе, и вашему здоровью, и вообще к негативным последствиям. Так что искренне хочется верить, что продлившееся в Мурманске лето, я вот так хочу сказать, продлится на подольше, потому что, мне кажется, все северения этого заслужили, и хочется побыть в тепле. Но каждый из тех, кто прослушал наш эфир сегодня, и каждый из тех, кто в целом готовит свой досуг в ближайшее время где-то на природе, будет подходить максимально ответственно к этому. Всегда верю в здравомыслие и в серьёзный подход северян к своему досугу. Уверен, вы тоже. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время мы с вами по этому же инфоповоду проводить ещё одну, скажем так, профилактическую беседу в рамках открытой студии не будем. Но всегда будем рады видеть в гостях на любые другие темы. Благодарю за визит. На этом, к сожалению, всё, открытая студия закончилась. Всего вам доброго. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия